Один из наших собеседников, собеседница, точнее Ольга Петровна из блога, пишет Тут у вас такие исторически подкованные люди собрались, так что вам реверанс А я человек простой, пишет Ольга Петровна, от народа И вопрос у меня простой, но мне кажется очень актуальный Как отмечать Рождество? Что должно быть на столе? Может какие-то ритуалы необходимо соблюсти? Вот, к примеру, на крещение все массово ходят в церковь за святой водой На Пасху освящают яйца и куличи А что на Рождество принято делать? Знаете, вот с одной стороны я приветствую озабоченность человека Сделать что-то правильно, да, это хорошо, что человек ищет Но с другой стороны печально, когда видишь, что вот это вот рвение уходит в не то направление Уходит в какие-то обстоятельства, что есть, что пить, что делать И люди празднуют Рождество, Пасху, другие праздники И при этом помолиться как-то умудряются забыть, да То есть, ребят, да кушайте, что у вас есть, тем не прославляйте Господа То есть вы в этом смысле либерально подходите И в той очередности, в какой хотите, да В какой очередности хотите, да, не забудьте помолиться, да Не забудьте прославить Господа за тот дар спасения, который нам даровал Не забудьте посетить богослужение Не забудьте там о милостыне, о делах милосердия Читайте священное писание, молитвы Это прежде всего религиозный праздник, а не коммерческий праздник И вот в этом смысле, с одной стороны, конечно же, это печально, что христиане сегодня разделены календарем В единстве радости на нашей территории И празднуют Рождество Ну, наши конфессии живут мирно, слава Богу Да, но с другой стороны, как бы к 7 января вот эта вот коммерческая пена праздника Она вот немножко уже, новогодних праздников, она уже опадает, да И мы можем подойти к празднику, вот уже в такой тишине, в спокойствии, так сказать Салюты отгремели, хлопушки отстреляли И мы можем в тишине сердец присоединиться к ангельскому пению Слава Вышней, к Богу, и на земле мир человеческого благоволения И подумать действительно о душе Не о том, что нам есть, не о том, как нам плясать, не о том, как нам, да А вот действительно подумать о самом главном Ради чего, собственно говоря, и составляем Смысл жизни, это вот вечная наша задача, смысл жизни постичь А вы можете подтвердить мою мысль или опровергнуть, что все-таки этот праздник Рождества Становится постепенно в нашем 21 веке народным снова Я бы сказала, что оно не просто становится народным, а всегда было Восстанавливается, да, в 21 веке Оно всегда было, и не в 21, а и в 20 веке Вот, в общем-то, большую часть своей жизни я прожила в 20 веке Хорошо знаю, что всегда это был радостный праздник, ожидаемый праздник, необходимый праздник Потому что семья всегда хотела, ну, как бы вот этой действительно такой радости близких людей, собравшихся вместе И Новый год встречали с удовольствием, и непременно Рождество Христово должны были встретить Поэтому я считаю, что вот эта традиция праздновать вот эти такие замечательные человеческие праздники Она должна жить и дальше Но, наверное, и правда нам надо думать не о том, как обставить ритуально вот этот вот праздник А думать о том, каков смысл этого праздника Какое его духовное начало И вот к этому устремляться как можно чаще